А вот скажите, пожалуйста, вас не задело немножечко или не подумали вы, что, ах, как жаль, что мне достается похожий образ? Ну, во-первых, я имею в виду сегодняшнюю ситуацию, когда вам нужно будет исполнять песню в роли Нины Матвиенко. Для меня это было очень интересное задание, потому что Зыкина поет, это же, это маца-сопрана, а Матвиенко поет очень тоненьким голоском. Для меня это огромный был сложный урок по диапазону вокальному. Любовью на вики! Вот это вот, тебе, кстати, надо будет это вот прокричать. Черивна скрытка с любовью на вики! Наташа, вот вы сама являетесь и продюсером, и бывали уже членом жюри. Скажите, пожалуйста, вот когда, по итогам первой программы, когда вы выходите на сцену, исполняете песню, и вдруг вам кто-то ставит оценки или говорит вам, знаете, Наташа, вы здесь не так, а вот здесь вот лучше подтянуться вам. Как вам это? Я думаю, что в супервизии я действительно, наверное, уже не нуждаюсь, но интервизия и некоторый обмен мнениями с коллегами, это очень-очень полезно всегда работающему артисту. Какие умные слова! Вот идет, вот так. Она вот, имеется, вот из нее вот так вот прет энергетика, вот так раскрыта. То есть ты как бы, ты вот, она собрала все это, и для вас она туда, и выдох туда все, на норове. Наташа, никаких нет сомнений, что у вас получится совершенно замечательное. И на этом я вас приглашаю в наш волшебный лифт, который за считанные секунды может развивать скорость свету. Но сегодня он отвезет Наталью так же легко, как на протяжении всей карьеры творит минимум клиентов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Как вы лично относитесь к творчеству Натальи Могилевской? Я думаю, что она такая себе дитя Божие, и нехай живая, и ходит. И она, чтобы была счастливая. Дуже, дуже гарная людина, и дуже гарные песни. Люди, если это принимают, то это очень, очень и очень гарно. И до Бога. Спасибо большое. Браво. А вот теперь от имени Натальи Могилевской, что бы хотела сказать Нине Митрофановне? Я бы хотела сказать, что я горда, что стою сейчас в образе женщины, которая сумела заставить весь мир по-другому посмотреть на Украину и украинскую культуру. Что не только галушками и шароварами, чем-нибудь веселеньким, может быть, известна наша страна, но и прекрасной культурой, красивым мелодичным языком. Спасибо, Юрий Гейшевчинский. И красивой, очень красивой музыкой. Я хочу сейчас, чтобы украинский зритель, ты стоя поаплодировал Нине Матвиенко. Я надеюсь, она сейчас это видит. Браво. Спасибо, спасибо вам большое. Друзья, давайте перейдем теперь к жюри. Опять же, мы дали вам небольшую передышку, чтобы вы набрали воздуха и высказали свое мнение относительно этого выступления. Сусанна, если можно, начнем с вас. Наталья, вы меня сегодня обманули. Я услышала Могилевская, Матвиенко. Нет. После Зыкиной от супергрудного звучания к высочайшему головному регистру кристально чистой интонации. Браво! Спасибо. Спасибо. Мы услышали вас, Сусанна. И во втором... Я не знаю сама, как это получилось. Умница. Спасибо большое. Продолжим. Андрей. Ну, второй раз, вот, ровно неделю назад, та же сложность. Вы знаете, я, Гарик, до этого чуть-чуть ранее заговорил о украинской песне, как она воспринимается теми людьми, которые, допустим, и не знают украинский язык, какая она ласковая, какая она хорошая. Я заговорил о украинском языке. Потому что в Украине живут еще люди, вот даже я, которые говорят на русском. И никакой сложности для меня, проблемы там с украинским языком нет. Потому что украинский язык для меня – это язык матери. Это очень нежный, ласковый, душевный язык. Я вам скажу более, украинским языком им лечить можно. И это я сейчас не шучу. Он настолько энергетически позитивный, настолько глубокий. И в нем есть некая тайна, что мы все сейчас к ней прикоснулись, услышав эту песню. Теперь по выступлению Натальи Могилевской. Я понимаю, что Нина Матвиенко – это икона украинской народной песни. В исполнении Натальи Могилевской сложно давать какие-то оценки, потому что я даже не смотрел. Похоже, там у Натальи Могилевской получается что-то там, какие-то движения, те же там глаза, какие-то манеры. Даже за этим не наблюдал, потому что это бесполезно. Бесполезно, потому что действует магия украинской народной песни. Людмила. Какое счастье, что формат обычного шоу, оно у нас получается необычным. Но изначально закладывалось обычное шоу. Настолько раздвигает рамки. Мы настолько погружаемся от какого-то там, я не знаю, непонятного существования какой-то, так сказать, западной эстрады до вершины нашей отечественной культуры. Я не считаю русскую культуру, а отличную и отрывную от украинской. Это единое целое. Это единое джерело, как то кажуть. И то, что мы сейчас видим, я абсолютно согласна. Все какие-то критерии, которые ты на себя навешиваешь, вот упишись, я жюри. Когда звучит магия, когда звучит точность попадания, я становлюсь невероятно податливой. И мне хочется вот так вот завернуться в эту музыку и слушать ее до бесконечности. Спасибо. Спасибо. Ну, те же самые эмоции у меня. И действительно, это все волшебно. И как-то бессмысленно, что ли, судить. Но мы не оцениваем сегодня песню. Мы не оцениваем сегодня Нину Матвиенко. Мы не оцениваем Наталью Могилевскую. Мы оцениваем то, как одна звезда воплощает другую звезду, случайно ей выпавшую. Так вот, если абстрагироваться от всех эмоций, иначе мы будем бесконечно этим заниматься. Я считаю, что Наталья Могилевская, я уже говорю без всяких этих, Наталья Могилевская очень классно воплотила в жизнь этот образ на сцене. Вне зависимости от всех чувств и эмоций. Спасибо, спасибо. Это прекрасные слова. Я всех вас призываю. Да, мы оцениваем перевоплощение. И что в конце, конечно, только этим вы должны будете руководствоваться при выставлении баллов. А теперь все-таки еще раз спасибо. Огромное спасибо Наталье Могилевской за это потрясающее выступление. Спасибо. Наташа, провожаю вас. Спасибо.